всем подписчикам канала большой деревенский привет с вами дмитрий и канал деревню правда меня сейчас не видно я нахожусь за кадром но зато хорошо видно четыре вот этих замечательных лотка купленных нами в садовом магазине данный момент в них проращивается зерно эта смесь пшеницы и ячменя да мы решили начать эксперименты с так называемой гидропоникой то есть проращивать зелень свежую для того чтобы ее скармливать нашей живности этот способ однажды мне показал наш подписчик 404 not found позже мы его уже видели на ю тубе в разных вариациях и в домашних хозяйствах и даже целые мини фермы теплицы где этот целыми стеллажами выращивается такая зелень и вот мы решили попробовать тоже заняться этим вопросом вот в этих четырех лотках в данный момент находится смесь семян ячменя и пшеницы о них я расскажу позже начну с того что мы первые свои эксперименты начали с овса к сожалению мы их не снимали но я расскажу как дело было значит рассыпали овес тоненько ну чуть ли не в одно зернышко может в два слой пролили его водой поставили вот он стоял стоял у нас доливали воду смотрели наблюдали в общем увидели только где-то два или три ростка со всего лотка мы пришли к выводу что зерно наше было скорее всего чем-то обработано каким-то консервантом о чем нам кстати подсказал наш подписчик по моему какая разница что зерно протравленное необходимо нейтрализовать вот и консерванты поместить его в раствор соды и вроде как консерванты нейтрализуются мы такого эксперимента не проводили пока но в дальнейшем наверное попробуем решили свой выбор остановить на ячмене и пшеницы и вот мы когда покупали зерно нам к сожалению смешали их в одном мешке то есть тут килограмм был ячменя и килограмм пшеницы именно все это смешали в одном мешке просто вот такое чувство у нас что здесь тоже все нечисто что прорастает только ячмень а пшеница стоит но как бы это так предположение в следующий раз мы сделаем закупку контрольную то есть отдельно будет у нас пшеница отдельный ячмень и так значит вернемся к нашим лоткам вот стоят лотки по возрасту такие вот этому лотку 7 дней вот этому лотку 6 этому 5 а этому 4 дня соответственно и вот можно заметить что густота ежиков такая разная вот здесь явно жиже здесь погуще с чем-то связано это связано с тем что вот в этом лотке у нас слой зерна был тоненький буквально там может в два зернышка может полтора то есть очень тоненький слой и судя по всему вот этот тонкий слой и он очень быстро выдает влагу высыхает и это сдерживает рост семян то есть они так посередине какой-то рост наблюдается где еще влага вот видать удерживается а по краям как-то все это вяло очень по периметру здесь ошибка это была учтена на следующий день то есть мы насыпали зерна больше тут уже около сантиметра слой и вот такой ежик достаточно густой теперь виден то же самое наблюдается здесь и здесь очень бодрые ростки практически по всей площади лотка лотки хочу сказать самые обыкновенные купленные в садовом магазине по 80 рублей за штуку они без отверстий в донышке то есть просто такие как строительные ванночки значит изначально мы просто залили зерна водой полностью чтобы они были погружены вода надо сказать достаточно быстро испаряется вот при комнатных условиях и первое время мы их опрыскивали просто распылителем таким комнатным для растений но как показала практика это очень непрактично очень часто приходится опрыскивать потому что вода достаточно быстро поглощается растениями или испаряется потому что площадь испарения очень большая здесь на этих зернах получается поэтому пришли к выводу что лучше все таки проливать водичкой чтобы зерна были слегка покрыты водой то есть не совсем в ней плавали там как в болоте да но вода должна быть все время тогда вроде как ничего получается нормально с распылителем просто набегаешься еще значит такой момент ну вот ввиду того что приходится поливать периодически если это делать на какой-то промышленной основе то скорее всего надо будет думать о каком-то капельном поливе или по таймеру как-то или просто постоянно чтобы капала водичка с определенной частотой вот то есть постоянно нужно будет вода на данный момент вот этими четырьмя лотками возможности наших подоконников исчерпаны вот тут полочка просто у меня смастерена на одном окне к другим пока доступа нет ну в принципе это можно расширить но на самом деле конечно им нужно какое-то отдельное помещение со своим микроклиматом с подсветкой круглосуточной возможно даже тогда будет все очень хорошо пока нам нравится то есть мы просто наблюдаем как это все отрастает и скоро наверно будем угощать нашу живность ну а дальнейших результатах нашего эксперимента будем докладывать по мере поступления информации надеюсь вам было полезно всем пока до новых встреч а Субтитры создавал DimaTorzok